Вся жизнь пролетела перед глазами. Именно так описывают камчатцы свои ощущения после сильного землетрясения, которое потрясло полуостров в среду днём. Как пишут пользователи социальных сетей, когда начались подземные толчки, одни выбегали на улицу босиком, без верхней одежды, с детьми и домашними животными на руках. Другие держали падающую мебель, третьи пережили тряску в испуганном оцепенении. Таких сильных и страшных толчков, по словам камчатцев, они не помнят давно. Скажите, почувствовали ли сегодня землетрясение? Очень сильно почувствовали. Были на первом этаже, вы не представляете, кошмар. Я не представляю, что было на третьем, но мы очень ощутили. Если раньше так потихонечко трясло, то тут очень сильно, все перепугались. Мне кажется, на третьем этаже люди уже хотели выбегать с окон. Говорят специалисты, что было примерно 3-4 балла в микроблазке Камчатском. Верите ли вы? Нет, абсолютно не верю. 5-6 однозначно, очень сильно трясло, как никогда. Поэтому нет, не верю. Слушайте, а есть ли желание, как в 90-е, завести тряк после чемоданчика или засыпать? После сегодняшнего точно очень хочется завести, чтобы он был всегда под рукой, на случай мало ли чего. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана на расстоянии почти пяти сотен километров южнее Петропавловска. Подземные толчки ощущались в отдельных районах Краевой столицы, в Велючинске, а также в Елизовском и Ость-Большерецком районах. Это было совершенно замечательное землетрясение, но в то же время непредельные магнитуды для этого района. То есть это естественное развитие процесса. И, в общем-то, землетрясение как землетрясение, но оно оказалось довольно близко от населенных пунктов, поэтому мы все его хорошо почувствовали. Эпицентр был в районе Северных Курил, в районе океанического желоба. Природа его такая же, как всех сильнейших землетрясений, тектоническая. Это тектоническое землетрясение. Ну, магнитуда его была 7,6. По ощущениям, ну вот в Петропавловске до пяти баллов. На первоначальном этапе была объявлена угроза цунами. Подготовлена система оповещения населения, но через несколько минут угрозу цунами сняли. Оперативные группы спасателей и пожарных осмотрели жилые дома и здания социально значимых объектов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Тем временем, по словам ученых, камчатцам пока не стоит расслабляться. Будут еще толчки. Несомненно, продолжатся авторшоки. То есть, ощутимые землетрясения в течение еще какого-то времени будут беспокоить. Но в основном жители север Курильска, поскольку там ним поближе. Ну, может быть, что-то докатится и до Петропавловска. Специалисты призывают камчатцев соблюдать спокойствие. Значит, в настоящее время Камчатский экспертный совет по прогнозу землетрясений проводит уточнение обстоятельств, снимает параметры и прогнозирует дальнейшее развитие ситуации на территории Камчатского края. Но сразу же хочу сказать, что поводов для паники, для беспокойства у нас на территории нет. Потому что, как я уже сказал, землетрясения для нас случаются достаточно часто. И это землетрясение еще раз повод уточнить все обстоятельства и подготовить силы и средства к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с землетрясением. В ближайшее время состоится заседание экспертного совета геофизической службы, где будет дана оценка и прогноз ожидаемых в ближайшее время землетрясений.